Я прошу прощения, друзья, видео прервалось. Я начала еще раз. Вот Motion Picture Editor Guild. Здесь все относится к фильмам, к фильму International Cinematography. Мы едем с вами по Бульвару Sunset. Я хотела взять камеру наручную. И у меня сорвалось, и первое видео прервалось. Вот впереди один из комедий клабов Love. Называется «Смех». Вот с правой руки. Я и муж, мы любим часто ходить. Ну, не очень часто, раньше ходили чаще. О, Кардашин. Hello. Целая семья, Кардашин. О, народа много. Шоу, вечернее шоу. У меня муж пишет сам пародии. И иногда он сам их перформанс делает, выступает. Вот все-таки вот здесь начинается чуть-чуть немножечко побольше жизни народа побольше. Вот здесь уже как будто бы начинается жизнь ночная. Вот мы на самой интересной, самая такая клубная зона сансета, ресторана. Вот я, давайте, отсюда будет. Утопия. И мы с вами подъезжаем к западному Голливуду. Западный Голливуд раньше был довольно большой русскоговорящей комьюнити. Там жило очень много типа, как Брайтон Бич в Нью-Йорке. Но последнее время, вот сколько я живу в Лос-Анджелесе 30 лет. Наверное, уже лет 10 это не считается таковой. А в основном весь Голливуд это LGBT комьюнити. Кто из вас знает, кто не знает. Это одна из самых больших комьюнити не только в Калифорнии, но и во всей Америке. Ну, может быть, в Сан-Франциско у них есть кастер-дистрикт LGBT. Вот. А по статистике 40% LGBT только живет в западном Голливуде. Интересный ресторанчик, типа вагончика, не 100%. И здесь очень много. Здесь то есть самые-самые хорошие рестораны, клубы. И я рекомендую те, кто бывает в нашем городе, приезжайте в западный Голливуд. Никто вас здесь не тронет, не обидит. Все будут рады, приветливы. И вы получите прекрасный сервис. И попробуйте. Smell so good. Потрясающий запах еды. И ночная жизнь здесь просто великолепна. Мы, когда были немножко помоложе, с мужем... О-о! Еще один комедий-стор. Здесь мы с мужем очень часто бываем. Посмотрите, сколько народу. Сюда приезжает... Вот his name Kevin, Kevin, comedian. Kevin Hart. Актер, вы знаете? Афроамериканец. Он часто там выступает тоже. С программой. Он такой невысокий мужчина. Один раз встретил нос к носу. Он буквально мне ниже... Ниже, чем по плечу. У меня рост метр восемьдесят. И я честно... Я знала, что он невысокий. Ну, не настолько. Забавно. Сейчас еще не поздно. Еще нет полуночи. И к полуночи жизнь здесь не затихнет. Потому что сегодня суббота. И клубы и бары открыты часов до двух или до трех даже. Еще раз. Мы с вами в западном Голливуде. Без Галливуд. Суббогенчук. О, Салтигриль. Вот это хорошее место очень. Мы здесь ужинали как-то. Чин-Чин. Очень известный ресторан. Чин-Чин-Чианис ресторан. Ну, я бы сказала, фьюжн-чин-Чианис. И там очень вкусные коктейли. Ой-ой-ой-ой. Все места знакомы. Стейт. Очень хороший ресторан. Там тоже проводят комедийное шоу. Здесь неподалеку был ресторан Гордона Рамзи в отеле «Лондон». И его закрыли. Почему? О, Вискин Гога, друзья. Очень знаменитое местечко. Обязательно побывайте. Я даже рассказывать не буду, потому что, ну, это сюрприз. Во-первых, селебрити всегда, то есть бесконечно. Каждую ночь можно кого-то, может быть, и сейчас. И папарацци здесь на каждом углу тычут своими камерами прямо в лицо. Рокси-бар? Рокси и Рейнбо-рум. Рокси и Рейнбо-рум. Мне муж рассказывает. Муж, я знаю, Лос-Анджелес хорошо. Но он родился здесь и вырос, поэтому это его родной город. Помните старый-старый фильм «Найт в Роксбуре»? А вот это было как здесь как раз шли. Вот этот Рейнбоу, бар-гриль. Здесь всегда много народу. Да, что еще характерно, парковку здесь найти очень сложно. И здесь очень дорого. Так что, если вы приезжаете гулять, берите Uber. Uber, иначе в этом обойдется в полтинник легко. Так, и сейчас мы выйдем прямо на Санта-Моника бульвар. На бульвар Санта-Моника, в самое сердце западного Голливуда. Здесь очень много что есть посмотреть. Но это дневной тур. И здесь архитектура уникальная. Некоторые дома, бонгалы даже, с виду. Они вроде бы ничем не примечательные. Но целая история. И здесь архитектура мне очень нравится. Сейчас, конечно, не время. Это будет у нас в планах на будущее отдельным туром. Приезжать лучше на неделю, потому что в выходные здесь не найти ни парковку, как я уже объяснила минуту назад. Кстати, на Хэллоуин, буквально три года назад мы здесь были, но два-два-два проезжали. И были на одной вечеринке. А вообще здесь Санта-Моника бульвар закрывают. И происходит огромный Хэллоуин парад. Вот с правую руку начинается Беверли-Хиллз. Вот, видите, вон там надпись Беверли-Хиллз. Yeah, I see it. Беверли-Хиллз направо. Вес Голливуд налево. Итак, друзья, мы в самом сердце. Я, Трубадур. Трубадур – это просто сердце западного Голливуда. И, опять же, вы должны просто посмотреть всё здесь. И когда въезжаешь сюда в какой-то праздник, город стоит на ушах. Кстати, западный Голливуд – это отдельный город. В 1984 году город был признан как отдельный город. И у него свой мэр. Мэр города, вы будете удивлены. Мэр города – женщина иранского происхождения. Вот такие возможности. Вот этот вот Чапл – тоже очень интересное местечко. Здесь очень интересное шоу у них. Просто обалденная. Такая пластика. И здесь можно потанцевать, выпить хороший коктейль. Да, я к тому, что возможности безграничны. В Америке действительно. Любой национальности, любой расы. То есть, если вы хотите кем-то быть, вы будете. Просто вопрос в том, насколько вы это хотите. Если я скажу так.